Музыка Хотите попытать удачу? Советую приобрести рандомные Steam ключи. Там выпадают действительно хорошие игры. Любая покупка на этом сайте поддерживает мой канал. Так что спасибо всем, кто мне помогает. Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам отличный бой на ПТСау 9 уровня. Тортоис, бой произошел на карте Аэродром. В начале боя игрок займет стандартную позицию и будет оттуда обстреливать врагов. Да, начало не очень динамичное, но сами посудите, тут есть танки 10 уровня, очень опасные, которые Тортоис легко в ближнем бою будут пробивать. Карта небольшая и особо тут ехать некуда для такой медленной ПТСау, как Тортоис. И поэтому приходится игроку в начале боя стоять и ждать врагов, что в принципе совершенно, я считаю, оправданно, играя на такой медленной машине. И замечает игрок тут Батчата, наносит ему урон. Долго ждать не пришлось противников, уже с самого начала боя они начинают подставляться. Тортоис отличается от других ПТСау нестандартным орудием, оно очень скорострельное, с хорошим ДПМом, точное и в принципе пушка комфортная, но альфа у него небольшая по сравнению с другими ПТСау. И Тортоис обладает хорошими углами горизонтальной наводки, даже не хорошими, а просто замечательными. Ну и УВН тоже отличные. В общем, можно быстренько переключаться с цели на цель, то есть один противник спрятался, можно сразу быстро начать выцеливать другого. И мне эта, конечно, особенность нравится, но вот медлительность Тортоиса и его большие уязвимые зоны, конечно же, не особо радует. Когда я играл на пресс-аккаунте на этой ПТСау, лично мне она сильно понравилась, необычный агрегат, но всё портит большие уязвимые зоны, куда противники легко наносят урон. Говорю я именно об лючке вот этом огромном на крыше, ну и иногда в корпус тоже и в рубку пробивают. И поэтому, если бы бронирование было бы покрепче, то играть на Тортоисе было бы гораздо приятнее, ну а так он со своим размером и медлительностью порой сильно страдает. Но в этом бою всё будет иначе, Тортоис тут нагнёт как следует. И пока что игрок с ником Ас Эдвард снайперит противников, сам не светится. В общем, классическая стратегия для ПТСау, которая, естественно, работает, потому что там есть замечательные орудия, и почему бы не пострелять издалека. Забавно, что когда сам стоишь и снайперишь врагов издалека, из кустов, то это более-менее интересно. А вот когда смотришь за этим со стороны, то это не особо интересно, возможно. Может быть, кому-то это вообще скучно смотреть. Но всё-таки не стоит забывать, что это часть нашей игры, и кто играл на ПТСау, тот наверняка действовал именно так. Потому что такой вот класс техники, и я в этом ничего плохого не вижу. Если не хочется никуда лезть, там, устроить себе тир, то ПТСау для этого подходит идеально. И игрок уже понимает, что долго он тут снайперить не сможет, так что не думайте, что весь бой скучный, и игрок будет только стрелять тут издалека, будет тут много экшен. Что на Тор Тойсе бывает не так уж часто, потому что ПТСау медленное и не супер. У него бронирование, честно говорю, потому что сам играл, и частенько у меня противники с легкостью пробивали в уязвимые места. Хотя иногда и Тор Тойс может неплохо танковать. Итак, наш герой тут расстреливает Ягдпанзер Е100. Опасную ПТСау, конечно же, желательно устранить, потому что она представляет для Тор Тойса большую опасность, так как легко его пробивает, даже, наверное, без особых там выцеливаний. Ну и противники начинают уже приближаться вплотную к нашему герою, и уже никак тут не посидишь больше в кустах. Остался в живых только один соизник на ИСУ-152. У него фулл ХП, ну и у Тор Тойса тоже пока что ХП предостаточно. Но посмотрите, сколько врагов. Их целых 6 штук. И при этом это танки 9-го, 10-го и 8-го уровня. То есть довольно-таки опасные противники. ИСУ-шку уничтожают. И наш герой замечает тут объекта 140, продамаживает его. Еще один выстрел ставит игрок на гуслю. Объекта 140 тот не чинится. И АС Эдвордс еще раз стреляет в гуслю. Снова гуслит объекта. У того, может быть, и ремки нету. Ну и какой-то у него слишком долгий ремонт. И все-таки удалось противника на ИСУ-шке уничтожить. Но тут сзади подъезжает Т49 со стоковым орудием. И два раза он не нанес урона в корму как-то. Ну вернее, нанес, но не так уж и много. Стопового орудия он, наверное, бы уже там на 700, может быть, даже больше урона кинул бы. Также появляется тут СТ-1. И С. Эдвордс его гуслит. Ну и опять начинает разбирать. Перезарядка у Тортоис очень быстрая. Поэтому если противник не чинится, то можно постоянно держать его на гусле. И тем самым разбирать. Снова появляется СТ-1. Не удается по нему попасть. Справа также ИС-3. Тортоис все-таки добирает СТ-1. И теперь гораздо попроще будет. Но сзади появляется еще один противник. На СТ-1 приходится прятаться от него за горой. Ну и нужно как-то разбирать ИС-3. Тот подставляет борт. И это его была ошибка. Теперь Тортоис, естественно, не даст ИС-3 починиться. Он постоянно ему сбивает гуслю. Вообще научитесь как можно чаще сбивать гуслю с уроном противникам. Это очень полезно. И часто позволяет тащить бои. Особенно если у вас такое скорострельное орудие, как у Тортоис. В итоге ИС-3 удалось тут слить почти без потерь. Приехал СТ-1. И хорошо, что он стоковый. Как-то попроще будет противника разобрать. Ну и вот СТ-1. Хотел тут выехать и подставить борт. Вот было бы замечательно, если бы он так сделал. Тогда бы и его удалось бы загуслить и разобрать. Но неприятен выезжает с другой стороны лбом. Но пробить Тортоиса он не может. В итоге наш герой отлично бы разбирал бы этого СТ-1. Но тут приезжает противник более опасный. Это Е-100. И приходится разбираться уже с ним. Наш герой его гуслит. Но Е-100 все-таки додумался починиться. Хоть у кого-то есть ремка. Кто-то хоть не жалеет деньги на нее. И Е-100 прячется за этот камень. Тортоис пытается выцелить кого-нибудь из них. Ну и тут появляется СТ-1. Опять он подставляет борт. Тортоис его загуслил. Но он опять починился, как и Е-100. Видно, что противник на Е-100 пытается объехать сзади. СТ-1 тем временем снова выезжает бортом. И второй раз, конечно, он уже чиниться не может. Потому что две ремки не возят. Да и вообще зачем так выезжать бортом? Лично мне непонятно. Ну и Тортоис разворачивается. И начинает ждать Е-100. Но если неприятель догадается зарядить фугасные снаряды, то вполне он Тортоис с одного выстрела сможет уничтожить. И поэтому нельзя сейчас подставляться, ехать в атаку. Приходится ждать врага. Он наверняка появится. И действительно он тут выезжает. Тортоис, правда, его не пробивает. Но неприятель, к счастью, тоже промазал. И дальше он прячется там за рельефом местности. Ехать вперед в атаку на него будет опасно. И Тортоис решает снова его подождать. В принципе, время не поджимает. Еще 4 минуты есть. И можно подождать. Но неприятеля пока что не видно. И Тортоис понимает, что Е-100 опять, возможно, решил объехать с другой стороны. И решает игрок проверить тут. Выезжает он, начинает осматриваться. И действительно Е-100 появляется на этом направлении. Ну и удается его уничтожить выстрелом в башню. Медаль Колобанова в этом бою. Стальная стена, основной калибр. И войн. 10904 урона игрок нанес. И уничтожил он 7 танков. 2042 опыта получил. Минус 26 тысяч серебра. 2090 урона вытанковал. Ну и на этом все, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. И ставить лайки. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok